Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист и добро пожаловать на очередную серию летсплея с механизмами. Эта серия будет более информативного характера, мы здесь толком делать ничего не будем, я вам расскажу, какие изменения постигнут этот летсплей в будущем. Ну и первое из изменений, давайте уже приступим, это то, что я сделал сборку для этого летсплея, я пока, у меня там было немножко времени, я решил подолбаться за этой сборкой, в итоге я сделал сборку на майнкрафт 1.10, в общем там какие моды, то есть там моды есть, точнее, так сказать, что я запинаюсь дико. Моды, которые толком ничего не добавляют, даже они вообще ничего не добавляют, блоки как остались ванильные, так и останутся, никаких новых рут, никаких новых там привомбасов, ничего этого добавляться не будет. Но есть такие вот довольно-таки полезные моды, как вот боксовый мини-мап я поставил, также я поставил, так, что-то какие-то провисания, супермайнер, по-моему, называется мод, то есть смотрите, сейчас я отправлюсь в свою, к своим сундукам и покажу, что это за мод такой. Так, давайте сейчас, блин, дождь начался, вот прям не вовремя, давайте я, наверное, сделаю вот так, тоган, тоган даунфолл, вот, давайте я сейчас возьму, допустим, лопату, возьму кирку, без разницы вообще, и возьму топор. И теперь, если мы будем, допустим, просто рукой ломать блок земли, он будет ломаться лопатой, нежели не просто вот обычным, не просто рукой, а будет ломаться лопатой, как можете заметить, у нас сразу появляется в руке лопата. Это довольно-таки удобно и не надо в инвентаре просто переключаться на всякие предметы. Так же самое это работает и с деревом, с деревом еще тут, как, там вот, еще добавляйте по три капитейтора, то есть вот, видите, деревья срубывает сразу. Ну, я это, я не знаю, это может в конфигах по фиксию, этого у нас не будет. Так, что-то как-то прогрузка не очень хорошая. А, ну да, там же чанг хреновый. Да, вот. Так же это работает с обычным булыжником, то есть, может, сейчас тоже покажу вам. Сейчас, так, давайте здесь пророем. Вот. Так же это работает и с булыжником, как можно заметить, все, то есть появляется у нас то кирка, то лопата, то топор, все зависит от того, какие блоки мы добываем. Ну, и так же самое с мечом. То есть, сейчас найдем какую-нибудь, может, свинку и попробуем ее убить. И вам покажу, что из себя представляет этот мод. То есть, вот, видите, тоже, я не знаю, появляется. Да, появляется у меня в руках меч, но такое тоже. Это лучше переключаться уже на меч, чем вот так просто бить. Оно иногда бывает пролагивает. Итак, что еще за мод у меня стоит? Как мы, как вы заметили, это подобие нот, короче, нотанайд титемса, только он чуть другой, только он как-то по-другому называется. Я в настроечках поставил, чтобы можно было, ну, чтобы блоки я не брал. И просто можно смотреть крафт. Это довольно-таки удобно. И также тут стоит еще мод, который показывает, где, из чего или где можно добыть определенный ресурс. Допустим, глина. Нет, не глина. Давайте. Вот шерсть. Да, то есть, можно добыть его с овцы. Тут все про овцу рассказывается. То есть, каком биоме она спавнится. Также можно у жителей. И просто покрасить эту шерсть. То есть, вот такой вот тоже мод. Это тоже отдельный мод. Я не помню, как он называется. Ну, и на всякий пожарный я сделал себе такой крафт, как там называется. Гайдбук. То есть, тоже можно посмотреть крафт. Можно даже еще выложить этот крафт. Тоже полезная штука. Но я буду больше вот этой пользоваться хреновиной. Ничего я брать отсюда не буду с креатива. Я даже, наверное, в конфигах еще полазию. И просто-напросто поубираю все это, ну, поубираю эти функции, которые можно, чтобы можно было вещи брать с креатива. Также, какой же еще там вот. А, ну, стандартный Optifine. Также вот Vox Minimap стоит. Вот можно заметить всю вот эту территорию, которая полностью, генерация территории сбилась, как можно заметить. Также, что еще? Что еще здесь стоит? Да, вроде больше ничего. Никаких больше новых блоков ничего не добавляют. Вот это я, конечно, только не знаю. Вот эти вот блоки, я не знаю, они добавляются вот это. А, ну, это шкура кролика. Это вроде добавляется в 1.10. Вот это вот я не знаю, вот эти вот два блока, что это за блоки и что вообще из них можно делать. Поэтому я не знаю, добавляются они каким-то модом или нет. Что еще? Что еще? Я не помню, что еще сюда ставил. Ну, вроде как все. Больше такого я ничего сюда не ставил. Это чисто сборка для более-менее комфортной игры. Ну и теперь перейдем к следующему, так сказать, изменению. Ах да, забыл. Ссылочку на сборку я оставлю в описании, потому что если вы будете собирать ее сами, я здесь в некоторых модах перенастраивал конфигию. То есть тут есть, допустим, вот мод этот супермайнер или как-то так он называется, там радиус подбора предметов по дефолту стоял 27. Ну, я это все исправил. То есть 27 блоков, на расстоянии 27 блоков я мог подбирать свободно предметы. Это не есть хорошо, я это все исправил и теперь вроде как все нормально у нас. Да, у нас все нормально. Теперь мы подбираем на расстоянии в два блока предмета. Итак, теперь, как вы заметили, я нахожусь на своей вот этой вот карте, которой я начинал этот вот сплей. И я скажу вам одно, то что я на этой карте и продолжу снимать, потому что тут мои ресурсы, тут есть много чего интересного на этой карте. Вот эта вот гора, я может ее когда-нибудь уберу эту гору и может быть даже поубираю у тебя вот просто яма, застрою и все. Здесь у меня ферма слизни есть, то есть она где-то вот там, в той стороне, поэтому мы будем как-то к ней пробираться и не знаю как, конечно, но будем стараться. как можно заметить, здесь просто пипец с генерацией, но я также решил, что жить я в этом месте уже не буду, потому что генерация здесь сбилась, как вы можете увидеть, и я буду просто-напросто строиться в другом месте подальше от вот этого всего. Я без съемок, когда я сделал эту сборку, когда я ее тестил, я решил все-таки, тестил ее на этой карте и решил все-таки продолжить на этой карте записывать. С креатива я здесь ничего не брал абсолютно, вы можете поверить мне на слово, можете посмотреть предыдущее видео, точнее не предыдущее видео, а видео, которое называется, из чего все начиналось, где я обозревал карты, там в начале видео я говорил, что у меня генерация сбилась в Майнкрафте, и можете посмотреть мой инвентарь, можете посмотреть сундуки, если там, я не помню, открывал я их или не открывал, и там все вы можете найти и так далее. Вот эти у деревьев, это я тестил этот мод Трикапитейтер, там даже некоторых деревьев наверху нету, точнее не Трикапитейтер, а Супермайнер мод. Также я, как я уже сказал, безъемок я побегал, как можете заметить, я пробежал очень-очень много, и нашел довольно-таки интересное место, где можно будет построиться. Я уже тут поставил вейпоинт, место вот такое вот, оно очень-очень классное, мне прям понравилась генерация, вот даже мой булыжник остался. Вот, тут есть каньон большой, я еще в нем не лазил толком, я ресурсы даже в нем не добывал. И также есть огромное море, есть также остров небольшой, есть море, есть такой вот водопад, пещерки разные, и я уже более-менее придумал, как все будет устроено, мне осталось только, я уже сколько обещаю начать с механизмов, и никак все не могу начать строить с механизмов. Вот здесь будет просто шикарный, шикарнейший вид просто на море. Мне нравится всегда, всегда нравилось, точнее в Майнкрафте селиться возле воды. Это довольно-таки круто. И еще также возле воды мы сможем найти, ух ты, какая прям ровненькая пещерка. Давайте заглянем, что у нас тут есть. Мне просто интересно, я добывать ничего не буду, но мне просто чисто ради интереса. Вот видите, очень полезный мод дает супермайнер. Вау! Тут, по-моему, писал стоит, да. Здесь полон скелетов, можно даже здесь сделать эту ферму опыта. Точно! В следующей серии ждите ферму опыта. Я вот прям отвечаю. Буду делать ферму. Так что ждите следующую серию. Следующая серия выйдет очень и очень скоро. Может даже сразу после этой серии я буду записывать следующую. А, да, еще. Наверное, там залагал этот мод, но здесь все нормально. И также здесь стоит мод на... Точнее, чтобы показывалось сколько жизней у свиньи там и так далее. Вот, то есть такой вот еще мод у нас стоит здесь. Вон тоже там спруты плавают. У них тоже жизни показываются. То есть вот такое вот место. Там сразу будет ферма о добыче всяких опыта. Будем добывать опыт и будем чариться. В следующей серии, я не знаю, наверное, будем делать ферму. Я уже все-таки хочу начать именно с механизмов делать. И буду именно вот начинать с фермы мобов. Потому что пока что я такие большие механизмы делать не могу. Вот это по причине отсутствия ресурсов. Вот тут мы можем что-нибудь, какую-нибудь комнатушку сделаем с выходом. Ну, в общем, я уже вижу, как это все будет выглядеть. И мы начнем это все строить уже буквально в следующих сериях. Также вот здесь будет довольно-таки прикольно все оформлено. Я уже тоже придумал, как это все будет оформлено. Давайте я телепортируюсь. Да, кстати, карту я юзать буду очень редко. Потому что по той причине то, что... Ой-ой-ой, так что-то я в блоках спавлился. По той причине то, что это будет слишком уж читерски юзать карту. Прям слишком часто. Поэтому я не буду ее юзать. Буду чисто ставить waypoint и буду к ним бегать. Либо делать всякие там дороги и так далее. Телепортироваться я не буду. Это просто сегодня я решил, потому что пока я туда добегу, это будет просто адово. Ресурсы я сюда перенесу, наверное, без съемок. Все свои. А то место я так и оставлю. То есть там будет шахта, в которой я буду добывать ресурсы. Вот. И, в принципе, все. То есть там будет тоже... Может там все разворачу и заберу все блоки оттуда. Все вот эту всю хрень позабираю и все. Там ничего, грубо говоря, не будет. Ну вот такая вот более информативная серия у меня получилась. Я вам рассказал, что будет ожидать вас в следующих сериях. выцеплять механизмами. Я также не хотел записывать сейчас серии, поскольку сейчас у меня хреновая погода. очень сильный ветер и иногда вырубается свет. Поэтому я не хотел слишком долгие видео записывать, поскольку я думал, что может свет вырубится. Вот так. Вы уж меня просите, если вы ожидали какую-то серию прям вот уже с механизмами и так далее. Ну, это более такая новостная серия. Я решил все-таки записывать на старой карте, но буду записывать очень-очень далеко. И эту карту я, скорее всего, на сервер вообще перенесу, чтобы генерация не могла сбиться никак. Вот. Кстати, тоже такие прикольные пещерки есть. Вот. Вот. Тоже выход такой. В общем, у меня уже идеи есть, как можно обустроить это все место. Вот эти все деревья я повырубаю. Их тут, в принципе, вырубывать вообще нечего с модом супермайнер. Ну, а сборочку я оставлю в описании ссылочку. Я еще подкорректирую конфиги и я оставлю в описании сборочку. Вы можете скачать ее и на ней играть. То есть, это сборка для комфортной игры, которая вообще практически ничего не добавляет. Только вот то, что можно смотреть жизни, копать хорошо и так далее. Ну, никаких блоков новых, ничего это не добавляет. Если вы захотите, то впоследствии я, может, какой-то мод добавлю. Который добавляет, допустим, Industrial Craft. Там есть на 1.10. Есть Build Craft, по-моему, на 1.10. Ну, в общем, все. Что-то я уже затянул с концом. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, а с вами был Twist. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok